Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автор им. Резляк Полонский и Кир, под номером 288. Расшифруйте фамилию выдающегося русского математика, жившего на рубеже 19-20 веков, академика Петербургской Академии Наук, вице-президента Академии Наук СССР, основателя школы математической физики, чье имя носит Математический Институт Российской Академии Наук в Москве. Номер примера соответствует месту, на котором стоит буква в слове. Итак, у нас с вами 7 примеров, значит, фамилии этого ученого 7 букв. Итак, по цифре 1. По цифре 1 мы находим с вами сумму дробей 2 девятых и 5 шестых. Чтобы сложить две дроби с разными знаменателями, приводим их к общему знаменателю. 9 – это произведение 3х3, 6 – это произведение 3х2, поэтому наименьшее общее кратное 9 и 6 – это будет 9 умножить на 2. Это 18. Приводим дроби к знаменателю 18. 18 делим на 9. 2 дополнительные умножители первой дроби. 18 делим на 6. 3 – дополнительный умножитель ко второй дроби. Применяем основное свойство дроби. Умножаем числитель и знаменатель дроби на одно тоже натуральное число. Получаем дроби, равные данным. Получаем первую дробь. 2х2 – 4. 2х9 – 18. 4 – 18. Плюс 3х5 – 15. И 3х6 – 18. Складываем дроби уже с одинаковыми знаменателями. Знаменатель переписываем, а в числителе складываем числители. К 4 прибавляем 15 – 19. Числитель больше знаменателя. Выделяем целую часть. 19 делим на 18 – 1. 1 умножаем на 18 – это 18. От 19 отнимаем 18 – 1. Это числитель. Знаменатель переписываем. Итак, 1 целая, 1 восемнадцатая. Ищем в табличке и находим. Это число соответствует букве «С». Итак, фамилия этого ученого будет начинаться на букву «С». По цифре 2. От 1 отнимаем 5 семнадцатых. Представим 1 как 17 семнадцатых. Для того, чтобы найти разность дробей с одинаковыми знаменателями. Знаменатель 17 переписываем. В числителе разных числителей. От 17 отнимаем 5 – 12. 12 семнадцатых. Ищем в табличке. 12 семнадцатых соответствует букве «Т». По цифре 3. От 6 целых отнимаем 1 целую и 4 девятых. 6 можно представить как 5 плюс 1. И тогда мы от 5 целых, а единичку представим в виде дроби 9 девятых, чтобы у нее был такой же знаменатель, как и у дробной части второго числа. И отнимаем 1 целую и 4 девятых. Разность целых частей равна 4. Разность дробных частей, знаменатель 9, переписываем. А в числителе разных числителей. От 9 отнимаем 4 – это 5. 4 целых 5 девятых. Находим в табличке 4 целых 5 девятых. Это соответствует букве «Е». По цифре 4. Мы находим разность смешанных чисел. 2 целых 1 третья и 1 целой 1 вторую. Приводим их к общему знаменателю. 3 и 2 – взаимно простые числа, поэтому наименьшее общее кратное – это их произведение. 3х2 – это 6. Ищем дополнительные намерения к первой дроби. 6 делим на 3 – это 2. 6 делим на 2 – это 3. Ко второй дроби. Получаем 2 целых 2 шестых минус 1 целая 3 шестых. Обратим внимание, что у уменьшаемого дробная часть меньше, чем у вычитаемого. Занимаем единичку. Будет уже не 2 целых, а 1 целая. А единичку представим как 6 шестых. 6 шестых плюс 2 шестых мы можем найти устно. Это будет 8 шестых. И отнимаем 1 целую 3 шестые. Разность целых частей равна нулю. Не записываем. А разность дробных частей. Знаменатель переписываем 6, а в числителе от 8 отнимаем 3 – это 5. 5 шестых. Ищем в табличке. 5 шестых соответствует букве К. По цифре 5. К 1 целой 1 седьмой мы с вами прибавим 2 целых 3 двадцать восьмых. Ищем наименьшее общее кратное для 7 и 28. Это будет 28. Потому что 28 кратно 7. Приводим дроби к знаменателю 28. Дополнительный множитель к первой дроби. 28 делим на 7 – это 4. Получаем 1 целую. 4 двадцать восьмых. Плюс 2 целых. 3 двадцать восьмых. Находим сумму целых частей. Когда мы прибавим 2 – это 3. Находим сумму дробных частей. 28 знаменатель переписываем, а в числителе складываем числители. К 4 прибавляем 3 – это 7. Дробная часть сократима. И 7 и 28 делятся на 7. Числитель 7 делим на 7 – это 1. Знаменатель 28 делим на 7 – это 4. 3 целых 1 четвертая. Соответствует букве L. По цифре 6. Мы находим разность дробей. 5 целых 1 шестая. И 4 целых 1 четвертая. Найдем наименьшее общее кратное для 6 и 4. 6 – это 2х3. 4 – это 2х2. Поэтому 2 умножаем на 3 и на 2. Это и будет наименьшее общее кратное. Это 12. Приводим дроби к знаменателю 12. Ищем дополнительные множители. 12 делим на 6 – это 2. 12 делим на 4 – это 3. И теперь применяем основное свойство дроби к дробным частям. Будет 5 целых 2 двенадцатых. Минус 4 целых 3 двенадцатых. Дробная часть уменьшаемого меньше, чем дробная часть вычитаемого. Занимаем единицу. Будет уже не 5 целых, а 4 целых. А единичку представляем как 12 двенадцатых. 12 двенадцатых плюс 2 двенадцатых. Это просто. Поэтому так сразу и запишем. 14 двенадцатых. И вычитаем 4 целых и 3 двенадцатых. Разность целых частей равна нулю, поэтому не записываем. Разность дробных частей. Знаменатель переписываем 12. А в числителе разность числителей. От 14 отнимаем 3 – 11. У нас есть такое. Это 0. Это О. И последнее, седьмое задание. Находим сумму 1 четвертой, 1 двенадцатой и 2 третьих. Итак, наименьшее общее кратное для 4, 12 и 3 – это будет 12. 12 делится на целое на каждое из этих чисел. Ищем дополнительные множества. 12 делим на 4 – это 3. 12 делим на 3 – это 4. Применяем основное свойство дроби к 1 и к 3. Получаем 3 двенадцатых, плюс 1 двенадцатая и плюс 8 двенадцатых. Складываем дроби с одинаковыми знаменателями. Знаменатель 12 переписываем. А в числителе складываем числители. К 3 прибавляем 1 – это 4. К 4 прибавляем 8 – это 12. Если числитель и знаменатель дроби – одно и то же число натуральное, то это равно единичке, потому что черта дроби заменяет действие деления. И ищем в табличке. Это соответствует букве В. Итак, запишем ответ. Фамилию выдающегося русского математика. Итак, стеклов. Все, мы справились с вами с заданием. Можете посмотреть в интернете и убедиться, что мы правильно нашли с вами фамилию этого ученого. Итак, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.